Второе, о чем напоминает нам эта жара, о рабы Аллаха. Мы с вами в этом мире можем защититься от жара. Аллах, субханна ва таларе, дал нам разные способы. Выпить прохладной воды, зайти в прохладное помещение, какие-то приборы есть специальные сейчас, которые охлаждают нам воздух. В этот момент вспомни, а когда будет тот день, день ужасной жары, ужасного зноя, страшный день, тогда куда ты убежишь? Тогда уже никуда не скроешься. А пророк Алей-Саратов Сарамов сказал, Солнце приблизится к творениям в судный день так, что будет от них на расстоянии мили. И будут люди находиться в поту в зависимости от деяний своих. И будут такие, у кого пот будет достигать их лодыжек, щиколоток, и такие, у кого пот будет достигать их колен. И такие, у которых пот будет достигать их поясницы. И будут такие, кого обуздает этот пот, то есть достигнет рта. И показал пророк Алей-Саратов Сарам на свой рот, своей рукой. А мусульманин, если так страшно, то разве не стоит тебе задуматься, чтобы оставшуюся эту жизнь провести в покорности? Продолжай, продолжай, будь богобоязненным рабом, чтобы ты был из тех, кто будет укрыт от этого Солнца. О семи категориях. Людей, которые будут укрыты в судный день. Аллахам Субханна Таиле в тени. Не забывай, стань одним из этих семи людей. Войди в одну из этих семи категорий людей. Если ты хочешь избежать этого зноя, там, в судный день. Хадис известный, да, но каждый раз нужно о нем задумываться. Ведь это же сказано не просто для того, чтобы мы с вами это повторяли бездумно. Говорит парук Алей-Саратов Сарам. Саба'атун юзиллюхуму Аллах, физилля яум аля азилля иля зиллюх. Семеро, кого укроет Аллах в тени. Тени престола своего. Тогда, когда не будет иной тени. Алимаму аль-Азиль. Справедливый руководитель. Справедливый руководитель. Это не только правитель духовный. Справедливый руководитель. Раз, если ты руководитель, у тебя есть возможность оказаться под тенью. Будь справедливым руководителем. Второе, это юноша, который вырос в поклонении своему Господу. Среди вас много юношей и детей. Вырастите в этом, в поклонении вашему Создателю. Человек, сердце, которое привязано к мечети. Аллах дал нам эту мечеть. Сколько людей в этой мечети бывает? На пятикратной молитве, на утреннем намазе. Человек, чье сердце привязано к мечети. И два человека, которые любят друг друга только ради Аллаха. Они сошлись друг с другом, потому что полюбили друга ради Аллаха. И они расстались друг с другом. Тоже в этой любви, любя друг друга ради Аллаха. А дальше этот человек, который позвала женщина к себе, богатая, знатная, красивая, чтобы совершил он с ней прелюбодеяние. А он сказал, я иннея хафула, я боюсь Аллаха. А дальше этот человек, который дает садака, милостыню, так дает ее и скрывает ее, что левая рука не знает о том, что дала правая. И, наконец, человек, который помянул Аллаха, тогда, когда никто его не видит, не видит его слезы, помянул Аллаха и прослезились глаза его. Продолжение следует...